Здравствуйте, коллеги! С вами Исаков Роман, компания Admiral Markets и рад приветствовать вас на нашем новом видео. Сегодня пятница, поэтому поговорим о том, как закрываются рынки, что повлияло на то снижение фондового индекса S&P 500, которое мы видели вчера, ну и в целом, судя на так же ситуацию на рынке. Ну а перед началом не забудьте поставить лайк, если вам нравятся данные выпуски, а ваши вопросы оставляйте в комментариях. Итак, я думаю, что вчера многие обратили внимание на то, что фондовый рынок снижался, снижался по всем фронтам, европейские площадки, американские площадки, но вот теперь давайте разбираться, с чем же это было связано. Ну, в первую очередь, вчера мы видели колоссальное снижение технологичных компаний, которые являются, ну сейчас и в принципе являлись основными драйверами роста. Amazon снижался, снижался Facebook, давайте посмотрим сразу же на графиках, чтобы мы смогли отследить вместе данную ситуацию. Amazon, да, то есть мы сейчас уже видим снижение локальных максимумов, которые были в середине месяца сформированы, сейчас акция торгуется чуть ниже отметки в 3000. Также компании Microsoft снижались, также компании Apple снижалась, Google и в принципе все технологичные компании вчера находились в красной зоне. А сейчас важно отметить то, что есть определенный риск и опасения у инвесторов по поводу в целом рынка, в целом экономики, потому что, например, пятерка крупных компаний, они составляют сейчас, например, 22% от индекса S&P 500. Ну и, безусловно, это сказывается на снижении. То есть фактически мы видим то, что компании старых экономик, которые также входят в индекс S&P 500, мало влияют на рынок, а вот уже основное влияние как раз проводят компании технологичного сектора. Но также по заявлению многих аналитиков, пока мы далеки от той ситуации, которая была в 90-х годах как раз с пузырем доткомов и также технологичных компаний. Поэтому сейчас, скорее всего, это просто техническая коррекция. Также рынки, как мы говорили, на этой неделе вновь насыщают деньгами. В ЕС договорились о помощи пострадавшим странам и также США планируют новый пакет стимулирующих мер. Также на фоне текущей ситуации важно отметить состояние рынка труда в США, потому что тоже этот фактор является значимым для экономики, но в целом для понимания рынка. Соответственно, вчера вышли данные по числу заявок на пособие по безработице, и, соответственно, здесь мы с вами видим повышение. То есть ожидался прогноз 1,3 миллиона, вышел 1,4. То есть здесь мы вновь вернулись к росту за последние несколько месяцев, что также было не очень позитивно, а, можно сказать, негативно также воспринято рынками. Американский доллар находится также на локальных минимумах. И сейчас возникают предпосылки как раз на продолжение данного снижения и, соответственно, на продолжение роста фондового рынка в разгаре сезон отчетов, что также дополнительный интерес к рынкам вызывает сейчас. Ну, давайте теперь посмотрим, что у нас происходит по отдельным инструментам, по отдельным валютам, и давайте будем дальше разбираться. Евро показывает новый хай, дошли до уровня 1,16, уже торгуемся по максимальным значениям. Соответственно, если смотреть также более сжатую картину, здесь у нас продолжается восходящее движение. Да, евро сейчас выглядит довольно-таки перекупленным, но, тем не менее, данный рост продолжается уже в нескольких торговых сессиях. В принципе, с той попыткой, где я пробовал входить на продажу, то есть прошло уже, евро вырос примерно на 1,7%. То есть в данных случаях абсолютно видно то, что не имеет смысла держать позицию, если рынок продолжает двигаться уже в противоположном направлении. Соответственно, здесь пока у нас сохраняется движение восходящее, то есть да, здесь возникают предпосылки на начало коррекции, но пока, собственно, этой коррекции не произошло, мы будем продолжать наблюдать за данной валютой, данным активом. Но определенно перекуплено здесь уже, безусловно, присутствует несколько торговых сессий. Британская валюта ведет себя не так активно, пока исторический максимум, ну, в принципе, максимальное значение за последние пару месяцев обновить не удалось. Ну и, собственно, здесь есть определенный негатив, который приходит из Великобритании. Соответственно, сейчас торгуемся достаточно высоко, то есть, ну, в принципе, здесь ничего не мешает продолжить еще движение в области 1,28-1,18. То есть здесь сохраняется восходящий тренд, и, опять же, никаких пока признаков, ну, с точки зрения технического разворота здесь у нас не поступало. Поэтому, если находитесь в покупках, то их имеет смысл продолжать держать. Ну, а о тех разворотах, которые здесь могут произойти, уже будем говорить в следующих выпусках и, скорее всего, уже на следующей неделе. По паре американский доллар и канадский доллар, вот здесь тоже интересная ситуация формируется. Мы подошли к области поддержки на 1,3373, и здесь, как мы говорили, зашли тоже в зону перепроданности, от которой может у нас техническая коррекция здесь случиться, что также интересно рассмотреть для покупок в данной ситуации. Здесь, за данной ситуацией я тоже буду следить, и вполне вероятно, что сегодня здесь открою сделку. Если, во-первых, у нас пара американский доллар и канадский доллар сможет закрепиться выше максимальные значения, которые были сформированы вчера, то есть это уровень 1,3428, то после этого я буду здесь рассматривать покупки. Достаточно неплохо выглядит данная ситуация. То есть мы упали довольно-таки низко, находимся в области поддержки, и, по крайней мере, движения на 1-1,5% здесь мы можем рассчитывать. С целями роста до 1,3559 и, вполне вероятно, до 1,3683. Но это уже такая более среднесрочная, долгосрочная цель. Поэтому здесь как раз вот интересная сделка намечается, и я пристально буду следить как раз за данной валютной парой. По паре американский доллар и японская иена продолжается снижение. Вновь мы идем в область 1,612, к области поддержки, от которой также вновь у нас может начаться рост. То есть мы видим, что последние пару месяцев пара торгуется в таком боковике 1,620, нижняя граница и верхняя 1,910. Соответственно, здесь пока я сделал для себя не планирую. То есть тут нужно смотреть, где уже остановится данное снижение. Но доллар снижается по отношению к японской иене. Это мы здесь абсолютно точно видим. Уже, опять же, две торговые сессии подряд. По австралийской паре к американскому доллару, здесь мы с вами говорили о также зоне перекупленности уже по данному активу. Был сформирован локальный максимум, который мы видели 22 числа. И от этого максимума сейчас мы корректируемся. Соответственно, вчера мы смогли в конце торговой сессии закрепиться ниже минимального значения как раз 22 числа, что, в принципе, отдало возможности поиска для продаж. И, в принципе, сейчас это тоже является легитимным. Но вопрос, опять же, откуда входить. Входить по текущим ценам со стоп-лоссом в 1,5% движения здесь я не буду. И, в принципе, если сравнивать две валютные пары, которые плюс-минус между собой похожи, это австралийцы и Новозеландия, стопы новозеландцу с точки зрения открытия сделок, ситуация выглядит чуть более интересно, как по мне. Соответственно, здесь я... Опять же, вчера у нас был сформирован сигнал на продажу. Мы закрепились ниже минимального значения, которое видели 22 числа. Да, также вчера локальный максимум, который не смог обновить максимум предыдущий. Поэтому здесь на случай еще одной коррекции, то есть сделка все равно контртрендовая. Поэтому здесь риск в этой сделке достаточно велик. Ну, а у меня достаточно много уже было убыточных сделок именно контртрендово. Поэтому здесь лишний раз я еще раз перестрахуюсь. Не буду входить, безусловно, по рынку. Здесь поставил отложенный ордер на 66.60. Если цена вернется в данный диапазон, то, в принципе, по этой цене я бы вошел. Если нет, то дальше буду искать уже возможности купить на восходящем тренде. То есть уже открывая сделки по тренду. Золото продолжает штурмовать локальный максимум. Вчера обновили максимум за последние несколько месяцев. Отметка 1898. Ну и, в принципе, уже вплотную подходим к историческим максимумам. То есть остается буквально пара долларов до уровня 1921 доллар за тройскую унису. Тренд устойчивый, тренд сохраняется. Но вполне вероятно, конечно, здесь вблизи данных уровней мы можем ожидать коррекцию. После завершения которой рост золота пока может продолжаться. Ну и опять же на фоне снижения фондовых рынков это может также быть дополнительным стимулом, дополнительным индикатором для продолжения роста по золоту. Индексы отыгрывают позитив по стимулированию экономик бесплатными деньгами. Соответственно, DAX также корректируется уже третью сессию подряд. Собственно, здесь мы тоже перешли в фазу коррекции. Соответственно, здесь достаточно хороших цен для входа на коррекции не было. Поэтому дальше уже буду для себя рассматривать присоединение на завершение как раз данной коррекции. Присоединение по тренду. Интересным для этого выглядит область 12434. И еще более интересно 12200. Из этих уровней уже при формировании как раз паттерна на продолжение роста, здесь я буду заходить уже на покупки, на продолжение тренда. По S&P также мы видим коррекцию. Коррекция продолжается. Соответственно, те сделки, которые открывал, были открыты чуть раньше. Был еще дополнительный выброс, который мой стоп-лосс здесь сработал. Но, тем не менее, пока общее движение здесь сохраняется также нисходящим. Также дополнительно поставил здесь еще один отложенный орвер, да, чуть выше, для того, чтобы войти как раз на данной коррекции, если она произойдет. Но если нет, то также буду искать уже возможности покупать по рынку в момент завершения как раз данного коррекционного движения. Также здесь неплохо выглядит область поддержки. Примерно 3000, если в эту область придем, то как раз вот оттуда можно будет рассмотреть новые покупки. Но пока здесь, в принципе, видится ситуация таким образом, что мы идем на обновление исторических максимумов. Вполне вероятно, что этим летом мы данную ситуацию увидим. Поэтому ищем возможности присоединиться по тренду и двигаться как раз вот в этом направлении. Вчера также мы видели коррекцию по нефти. Нефть марки Brent вчера, собственно, ушла в коррекцию. Локальный максимум мы видели 21 числа, который мы не смогли обновить вчера. Ну и, собственно, сейчас мы торгуемся ниже минимальных значений, которые были сформированы на этой неделе. Ну, начиная с 21 числа. Поэтому сейчас по нефти также образовалась небольшая коррекция, что, в принципе, было также ожидаемо. Мы видим замедление вот этого тренда, который у нас сформировался. Поэтому здесь по нефти вполне вероятно, что можем увидеть снижение в область 40. Но это по CFD на нефть марки Brent. То есть область минимальных значений, которые мы видели. Ну, примерно на середину значений, которые мы видели в прошлом месяце. Соответственно, сегодня пятница. Пятницы, как показывает практика, последние пару месяцев были довольно-таки интересными. Начиналась, могла бы, неделя очень часто заканчивалась распродажами. Ну, посмотрим, как и завершится эта неделя. Поэтому на сегодня все. Не забывайте ставить лайк, если вам понравилось видео. Ваши вопросы оставляйте в комментариях. Но мы с вами увидимся в понедельник и уже продолжим следить за рынками, за основными новостями и разбирать текущую ситуацию. С вами был Саков Роман, компания «Адмиромаркетс». Всем желаю хорошего завершения торговой недели, хороших выходных и увидимся в понедельник. Всем спасибо и до свидания.